Добрый вечер, Финам.ФМ, студия Михаил Гуревич и у нас программа «Револьвер». У нас телефон в студии 65 10 99 и 6, код города 495, а также пишите на сайте Финам.ФМ и на страничку программы «Револьвер». Сегодня у меня в гостях Василий Гатов, генеральный директор инновационного центра «Новые медиа-технологии» РИА Новости. Здравствуй, Василий. Привет. И Арина Холина, журналист. Здравствуй, Арина. Привет. Говорить мы будем об особенностях российских СМИ. Давно, на самом деле, хотел поговорить об этом. Другое дело, что давайте задам вам такой тон. Многие темы, которые мы будем сегодня обсуждать, имеют некий универсальный ответ. Мол, какая власть, такие и медиа. Но в контексте нашей темы это, на самом деле, неинтересный ответ. С ним все понятно, в принципе, и на этой констатации мы можем, в общем-то, закончить нашу беседу. Поэтому попробуем, давайте, разнообразиться и обсудить более детально. Итак, сегодня мы будем говорить об особенностях потребления, а также усвоении информации российской аудитории. Чем наше медиапотребление отличается от западного, ну или восточного. Поговорим о сакральности власти в медиа, практическом отсутствии первоисточников в комментариях, эмоциях по отношению к любому живому политику, замещении новостей авторскими колонками, особенно на радио, в интернете. Ну и немножечко займемся футурологией. Начнем вот с вопроса, который меня давным-давно интересует. Я, как человек, который потребляет информацию, привык к тому, что я должен, для того, чтобы чему-то поверить, должен увидеть это, услышать и желательно прочесть. В принципе, вот читая западную прессу и там, бывая в странах Запада, я привык к тому, что утром я читаю что-то в газете, потом слышу об этом же информацию на радио и вечером вижу картинку в телевизоре и доверяю вот всему увиденно-услышенно-прочитанному. А в России у меня есть ощущение какой-то такой шизофрении. То есть я слышу одно, читаю другое, а вижу решительно третье. Василий, вот, наверное, как бы я хотел бы, чтобы ты начал наш диалог по этому вопросу. Это нормально или правда, в принципе, все потребители медиаинформации в России такие шизофреники? Нет. Количество шизофреников довольно ограничено. И все-таки значительно меньше, чем количество людей, которые читают новости. Примерно 0,8% людей склонных к шизофрении и примерно 12% людей, которые склонны к чтению новостей. Правда, большинство шизофреников в эти 12% входят к чтению, вообще потреблению новостей как информационного продукта. Собственно говоря, основная причина, по которой у нас с тобой возникают подобные аберрации, заключается в том, что мы причастны к созданию информации. То есть шизофрению чувствуем мы? В гораздо большей степени, чем простой потребитель. И за последнее время это стало немножко распространяться, потому что вокруг каждого из нас раньше была неформальная сеть связей. Ну, то есть, условно говоря, наша семья, наши друзья, наши знакомые, на которых мы влияли как участники медиапроцесса со стороны создания или оформления или продаж и так далее контента. А сейчас есть Фейсбук, и, соответственно, Фейсбук позволяет общительным людям преодолевать определенные ограничения, которые наложены естественными сетями, то есть сетями общения, числа Донбара так называемого, иметь много друзей. В результате вы или я, или Арина транслируем свою фрустрацию, эта фрустрация бросается им в глаза через нашу трансляцию. А если бы они на нее не обращали, то гораздо была бы более целостная картина мира. Ну, у меня есть такая проблема, что как раз в Фейсбуке это вообще третья информация, потому что там добавляются такие источники, как там блоги или частные мнения, в принципе, таких же пользователей. Ну, прессы тоже используют блоги, информацию из них. Да, но вот давайте вот вернемся к этому вопросу. То есть, если я не вижу подтверждения тому, что я услышал, то есть я, например, когда-то там читал, вот это мой любимый просто пример, была такая газета Мегаполис Экспресс, там была статья про гигантских крыс в метро. Обожал эту статью. Если бы был тогда Фейсбук, я бы ее всем присылал. Это была бы не статья, это был цикл публикаций. Был цикл публикаций, да? Ну, здесь я придумал грандиозное издание, да, где все было выдумкой. Но так как вы не видели этих крыс, то, в принципе, ну, я считал, что эти слухи, наверное, это так и было, то есть, в общем-то, не знаю, до сих пор, видите, у меня есть сомнения. Это бы не было, я знаю точно. Точно, да? Ну, так вот, но то, что я не видел этих крыс, это и порождало во мне как бы мысль, что это, наверное, что-то неправда, это какие-то слухи. Я сегодня слышу что-то там, не знаю, по какой-нибудь радиостанции, новости, вечером включаю телевизор, ну, не в моем случае, да, там, ну, все же большинство жителей страны до сих пор включают телевизор, и там, там совершенно другие новости, там что-то происходит решительно противоположное. И в этот момент то ли то, что они видят неправда, то ли то, что они слышали неправда. Ты знаешь, ну, вот смотри, вообще любому человеку просто пойти в интернет, что-то проверить, да, я понимаю, телевизор действительно это отдельная совершенно история, но вернемся к шизофрении, конечно, это нельзя назвать шизофрении, это, наверное, какой-то невроз, может быть, просто какая-то низкая очень культура, даже не быта, а какого-то общения. Но вот, например, мой приятель новый один из Израиля, он стал читать русскую прессу только из-за меня вот совсем недавно, и он мне позвонил, и человек просто заикался, он начитался комментариев, он начитался комментариев, и он в полном шоке, он говорил, как могут люди твоего круга писать так, так неуважительно и так вульгарно, и, в общем, это же все читатели, да, и, видимо, есть какая-то взаимосвязь между тем, что пишут, и между тем, какая есть реакция, потому что... То есть аудитория, что ли, разная? Ну, нет, ну да, аудитория разная, понимаешь, то есть даже тот тон, в котором часто очень как раз и клумнистые авторы новостей, которым они преподносят информацию, он какой-то уже скандальный, он неврозный, нервозный, и он с каким-то неуважением и с таким посылом, что вы все идиоты, я вам сейчас объясню, как жить. И происходит такая вот взаимосвязь, мишени, в итоге, в общем, все не потребляют новости, а используют их только для того, чтобы переругиваться и как-то выплеснуть свое раздражение на жизнь. Это правда, это очень заметно со стороны. А вот на Западе в этом отношении, там единый поток? То есть там так вот, исторически, я так понимаю, было выстроено, да? Ну, давай скажем так, что на самом деле потоков все равно несколько, потому что существует развлекательная пресса. Существование National Enquirer никто не отменял. Ну, для этого есть и какие-то телевизионные, наверное, каналы. Да, образец того, с чего был срисован тот же самый упоминавшийся Мегаполис Экспресс. Существуют таблоиды, такие желтые совсем таблоиды, которые работают на грани фола и с информацией, и с ее источниками, и с содержанием, и с визуальным рядом, и так далее. Но, так далее, качественная пресса, она придерживается довольно жестких стандартов. В каждой стороне они там были установлены по-своему. Но это стандарты, при которой новость отделена, например, от ее оценки. При которой журналисты должны старательно избегать даже лингвистической оценочности в том, как они сообщают информацию. Дальше отделяют информацию, условно говоря, тремя звездочками. А вот это вот мнение по ее поводу. Но когда проверена информация с минимум двумя источниками, которые независимо друг от друга подтвердили тот или иной факт, это становится фактом. Да, но при этом поток информации... Прости, простите, а у нас фактом, по большому счету, иногда становится то, что сообщил источник Кремле. При этом анонимный, и при этом подтверждение его словам приходит от него же только через вторые руки. У меня иногда было впечатление, что источников в Кремле больше, чем, в общем-то, сотрудников Кремля. То есть, наверное, включая всех уборщиц, кто пиццу им привозит и так далее. Но повестка-то дня у них одна и та же. То есть, условно говоря, то, что на CNN и на Fox News, оно практически идентично. То есть, там могут быть разные комментаторы, там могут быть разные сюжеты, не знаю, там, в разных точках снят видеоматериал. Но при этом повестка дня плюс-минус... Национальная повестка дня будет одинаковая. У нас тоже одинаковая. Просто одни говорят, например, что, не знаю, какой-нибудь митинг собралось какое-то глупое отребе, другие говорят, что это лучшие люди мира вышли на этот митинг. На самом деле, CNN и Fox примерно так же. Да, это все равно со соблюдением неких политических интересов. Я вчера просто специально зашел на разные сайты, да. Ну, вот, например, там, зашел на сайт Ньюсрукома. Да, там, главная новость у них была. МЧС в зоне бедственной в Филиппинах находились до 150 россиян. Далее депутат Мизулина требует запретить неестественные способы рождения детей. Суррогатное материнство, да. Лавров и Керри подвели итог переговорам с Ираном. Мы не слепые, не глупые. И художник-чиновредитель прибил мошонку Красной площади. Это вот Ньюсруком. Далее я зашел на РИА Новости. Главная новость вчера на РИА Новостях была. Киев не допустит вражды с Россией, заявил премьер-министр Украины. Против оппозиции в Сирии использовались бомбы советского производства. Далее тоже Мизулина. Потом замминистра промышленности Ирана застрелили в Тегеране. И Гетлаки в исполнении хора МВД набрал миллион просмотров в Ютьюбе. Самое интересное я прочел, конечно, на Первом канале. Это, собственно, тоже сайт Первого канала, что у них выходило в девятичасовом выпуске новостей. Снисхождение не заслуживает присяжные объявили свой вердикт Банди Цапка. Сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. И фонд национального благосостояния останется подушкой безопасности для российской экономики, заявил Путин. Вот, пожалуйста, три источника информации. Ну, милиция, полиция, да? Ну, полиция, нет, в Несрукоме нету. Друзья, Павле, этот художник. А, да, художник, да. Понимаешь, тут такая история, что вот та пресса, которая сейчас вообще вполне еще, как большинство населения России, это такое постсоветское пространство. И пресса тоже постсоветская, вот мы как раз с Василием о чем говорили. И суть в том, что нет, вот был какой-то момент, там, коммерсант, который принято обожествлять. Ну, по крайней мере, ты когда открывал коммерсант в свое время, ты понимал, в какой ты зоне. Сейчас зоны нет. Я, как автор, например, пишу в СНОП, довольно либеральное издание, и в Известия, которые считаются нелиберальными, ну, там, по разным всяким причинам. Ну, собственно говоря, я пишу там же и там же о том, что я хочу. Я пишу о правах геев, о правах женщин и так далее. Вот, то есть у меня все равно моя ниша. Но нет человека, поэтому именно, который открывает газету, определенного представления, что он получит. Там, там, Известия буду я, будут какая-нибудь, будут какие-нибудь правительственные, ярые защитники режима и так далее. Это будет такая каша-малаша. Подожди, ну, ты вот сама заявляешь тему своей статьи. Да, ну, иногда мне что-то предлагает редактор, но не в смысле каких-то политических интересов, а просто она смотрит и считает, что для меня это интересно. Вот тема вот вчерашнего вот этого арт-поздравления МВД для Известия, это же нормально? Да, ну, вот Наташа Ос написала блестящую колонку, конечно. Да, а вот для Первого канала, я не знаю, не видел там ничего подобного про это. И вряд ли мог бы. А ведь жалко, нет? Проблема заключается в том, что... Я не вижу в этом никакой политики, вот честно. Миша, смотри, история с Куществом, когда мы говорим о массовом телевидении, то есть буквально о первых трех каналах, то мы говорим не о медиа в его классическом понимании, то есть как инструмента обсуждения повестки дня. А он вернулся в некотором смысле в неидеологизированной форме, потому что идеологии за этим никакой не стоит, к своему советскому варианту. Знаете, как партийная печать и партийная литература, как это преподавалось на журфайке, только без партии. В результате у тебя получается, что самое безопасное, что может быть в повестке дня, это повестка дня Путина. Вот были прекрасные случаи, когда все сюжеты, которые были на Первом канале, были про Путина. И по этому поводу есть прекрасная шутка. Ехал Путин через Путин, видит Путин в реке Путин. Это реально выглядело так. Причем это на самом деле было не из-за того, что так из Кремля продиктовали, а потому что это был самый безопасный набор информации, который в этот день могла сообщить. То есть на самом-то деле это не цензура. Я работал в большом медиахолдинге, в РБК, но нет цензуры. По большому счету нет. Говорят, например, нельзя ругать лично Путин. Нет, я вам больше скажу. На самом деле, иногда, если кто-то звонит, он даже не понимает, где вот эта информация, которая кому-то не нравится, была произнесена. То есть могут позвонить, сказать, слушайте, что-то у вас там такое происходит, а потом выясняется, что это вообще что-то было на РЕН-ТВ и совсем, правда, что-то другое. То есть как бы вот нету цензуры, есть некая такая самоцензура. И в этом отношении, кстати, пока у нас остается время до первой рекламной паузы, а что же в регионах-то с этим происходит? Там ведь и... То есть в Москве, например, пресса все же, она относительно, ну, либеральна. В регионах все очень грустно, конечно. Там, начиная от того, что там все маленькие деньги. Уральские рабочие о чем пишут? И, в общем, они там, конечно, все совсем зашуганы, но просто от того, что там, по большому счету, нет серьезной прессы. И, кстати, по поводу телевидения, понимаешь, тут такая разница между прессой и ТВ. Мне кажется, ТВ, они сами себе придумали аудиторию, в смысле, у них есть какое-то видение. Это видение, они уже не понимают, где они придумали, а где эти люди действительно такие. И они делают что-то для какой-то воображаемого народа. Это очень смешно. В общем, взятого по предельно усредненным показателям, в результате, как бы, они сами себя загоняют именно в информационном потоке во все худшую аудиторию. Худшую, в смысле, по интеллектуальным способностям. Ну, народ не поймет. Ну, мы ему расскажем про прибитую мошонку, он не поймет. И бросится прибивать. Сам. Сам, да. То есть, как бы, такая вот забота об обществе. Да, да, да. Оболванивание общества, а потом забота о созданном. Ну, получается. Ну, какая-то забота, какие-то попытки подстроиться под этот воображаемый мир. Какой ужас. Ну, что же, давайте продолжим эту и другие темы буквально после рекламной паузы. Оставайтесь с нами на Финам.ФМ. Добрый вечер. Финам.ФМ, студия Михаил Гуревич. Напоминаю, что сегодня мы говорим о российских медиа. У нас в гостях Василий Гатов, генеральный директор инновационного центра «Новые медиа. Технологии РИА Новости». Еще раз здравствуй, Василий. Привет. И Арина Холина, журналист. Арина, мы продолжаем. Привет. Дорогие слушатели, у нас работает телефон студии 6610996. Так что звоните или же пишите прямо на страничку программы «Револьвер» на сайте Финам.ФМ. Продолжаем говорить про медиа. Следующая такая тема, не менее любопытная, это такая сакральность лидеров наших в российских медиа и следствия, которые из этого проистекают. То есть, опять же, возвращаясь к западному опыту, ну, например, я точно знаю одно из любимых кафе премьер-министра Израиля и многократно его там встречал. И он такой живой человек заходит туда, ну, есть с ним один охранник, обычно еще пару гостей, они общаются, покушали, ушли, все живые, все нормально, все спокойно. А более того, опять же, возвращаясь к опыту Израиля, там есть такой закон, не так давно принятый, что если человек упомянут, ньюсмейкер упомянут в каком-либо материале, то обязанность СМИ взять комментарий у этого ньюсмейкера и его право прокомментировать любое свое упоминание. А в России я говорил, да, в общем-то, знаю по опыту, многие, много есть примеров, когда ты пытаешься дозвониться до этого ньюсмейкера, а он понимает, что любой его комментарий — это смерти подобно. То есть, любой комментарий его или опустит, или испортит ему карьеру, или еще что-то, и он прячется от прессы, убегая в самые темные углы. У тебя вообще такое происходило в жизни? Ты знаешь, ну, честно говоря, нет. Конечно, если говорить о каких-то политических журналистах, которым нужно дозваниваться, допустим, министром, может быть, наверное, это будет целая такая длинная цепочка, которая в итоге закончится там ничем. Или могут сказать, что мы, если кто-то не хочет, мы комментарии давать не будем. Потому что не хотят как-то, чтобы их мнение светилось. Но по моим социальным темам в основном все доступны. Иногда, конечно, говорят какие-то немножко устрашающие вещи, но это уже в другом речь. А вообще, Василий, у нас как бы это нормально, да? Знаешь, сейчас из них можно это говорить, только единственный момент есть, конечно, что пресса... Вот есть некоторые издания, которые считают себя обязанным обязательно взять комментарий. А очень много сейчас стало такого, ну как, непрофессионализма, и люди даже не задумываются о том, что нужно кому-то позвонить, уточнить, иметь три мнения по какой-то теме текущей. Мы сейчас продолжим эту тему, но у нас власть сакральна, да, и политические лидеры сакральны, а вот слушатели не сакральны. У нас есть на линии первый из них. Магомед, добрый вечер. Добрый вечер. Я в свое время, когда тут по поводу, что у нас любит писать пресса и почему так пишет, в свое время работал в здании «Экономия Центр Плюс», и этажом ниже сидел как тот самый мегаполис. И там сидели люди, которые все эти новости выдумывали. И иногда получалось то, что они выдумали, почему-то находили отклики, типа письма из серии «Вот», я видел это своими глазами. То есть появлялись какие-то очевидцы. Да, да. Откровенно выдуманных новостей. А вот по поводу того, что у нас, почему пресса именно такая, а потому что у нас в ньюсмейкере, грубо говоря, нет людей, которые пишут новости. Есть люди, которые пишут только свое мнение. Те же господа-либералы во всем видят только плохое. Господа-охранители во всем видят хорошее. Нет, они просто боятся вообще о чем-либо таком заикнуться и так далее. В результате у нас, получается, две противоположности. Именно противоположности мнений. Как таковая новость на этом фоне теряется. Мы, получается, читаем, там, Вася Пупкин сделал то-то, мы считаем это гадость. Или там в одной газете, там, на одном сайте. На другом сайте, там, в другой газете читаем Вася Пупкин герой. Магомед, большое спасибо, большое спасибо за мнение. На самом деле, я должен вам... Извиняюсь, конечно, время занимаю. И просто поражает чудовищная неграмотность людей, которые пишут. Ну, главное, я понимаю, в этой прессе там вплоть до таких детских орфографических ошибок. Но когда в печатной прессе такой же вылезает, мне просто... Просто, то случается просто ужас. На самом деле, огромное спасибо, Магомед, потому что вы, на самом деле, некоторым образом предугадали следующий вопрос, который мы будем обсуждать. Это действительно интересно, почему у нас там то ли новости, то ли мнения, почему так происходит и как с этим бороться. Давайте, может, все же завершим вот тему относительно сакральности наших опинион-мейкерс и как раз перейдем к теме, которую поднял Магомед, она действительно актуальна. Василий, вот с точки зрения... Это просто потому, что у нас политики такие, которым невыгодно светиться и невыгодно как-то свое мнение. Опять же, возвращаясь к прошлой нашей теме, да, ну, неправильно он засветит, что-то не то скажет и его снимут. А он же не от избирателя зависит. Вы знаете, самое великое произведение, описывающее русского чиновника, написал Александр Николаевич Островский, называется оно «Доходное место». Там, как бы, описывается концепция, что человек ради того, чтобы оказаться на доходном месте с государственным, как бы, рычагом, готов пойти на все, на предательство, на измену, на отказ от любви, на отказ от семьи и так далее. К сожалению, как бы, вот эта сакральная жертва, она в государстве продолжает оставаться жертвой, да. Она не обязательно принимает такую отвратительную форму, как описал Островский, или, там, отвратительную и смешную. Но легко может приобретать форму, например, того, что человек просто боится, потому что он больше ничего не умеет делать, как сидеть с столом начальником и подписывать бумажки. Больше вообще ничего не умеет. Да, но в итоге получается потрясающая вещь. Секунду, секунду, можно я закончу? Значит, в результате они же, вот эти, прежде всего, эти люди, которые ни за что не отвечают, ничего не умеют, и всю свою жизнь добивались того, чтобы сесть на это место, они создают, я никого не имею в виду конкретно, да, как бы, они создают вот эту конструкцию, как бы, информационного вакуума между теми местами, куда обращаются за вопросом, и теми местами, где ожидают ответ. Хотя закон, например, позволяет это сделать. Но самые интересные места, где ты можешь задавать вопросы, регулярно берут и нарушают этот закон, и не дают ответов. Да, но в итоге получается, что кто нам дает ответы? Нам дает ответы Онищенко, нам дает ответы Милонов, нам дают ответы еще... Хорошо хочет, что кто-то... Да, но нам в итоге, вместо того, чтобы, например, там какой-нибудь министр... Министр... Ну, я молчу о министре обороны, да. Я даже молчу, там... Ну, недавно, кстати, слышал комментарий министра труда, который заявил, что 80% легальных мигрантов, приезжающих в Россию, а дальше вот прямая цитата, высококвалифицированные люди. Точка. Ну, то есть человек хороший. В другой стране, вот есть эти путинские ответы на вопросы, я забываю, как конференция, да, раз в год с народом. Я ничего ни разу не услышала интересного для себя, это раз. А потому что там же не по теме. Ну, понимаешь, смотри, это тоже все по советское наследие. В Советском Союзе какая у нас была власть? Она была обожествленная, она была где-то, мы ничего не знали об этих людях, и они, ну, опять же, они ничего не комментировали, да. Сейчас это все равно те же люди, но так или иначе с каким-то коммунистическим, комсомольским прошлым. И вот, собственно говоря, чем мне... Я не могу сказать, что личность Алексея Навального целиком мне нравится, но он привлекает тем хотя бы, что он понятный. То есть кто-то с ним там пил, там, кто-то с ним там дружил, с кем-то он работал там в Кирове, это все твои знакомые. Ты понимаешь, что это живой человек, ты видишь, да, у него там есть недостатки, но ты как-то понимаешь их происхождение. Это не полуобожествленный вот этот идол, который неизвестно где. Я хочу сказать, Арина и Миша, на самом деле, общаясь довольно много с чиновниками по ряду необходимости, можно сказать, что примерно в районе 40-летних проходит черта. Те, кто младше 40, то есть те, у кого на самом деле только ранняя молодость, совсем ранняя молодость, который не застал комсомола как институт, да, как бы, те совсем другие, конечно, спокойно разговаривают. Ничего, ничего... Ну, я согласна, да, но понимаешь, А уже какой-то люди, типа Николая Никифорова, пожалуйста, ему легко дозвониться, от него легко получить комментарий, он комментирует практически на любую тему, которую... Да, но это люди такого средней значимости, да? Министр связи, коммуникации? А, ну да. Нет, министр связи, да, но вот я хотел бы услышать там, не знаю, действительно от министра внутренних дел, от министра обороны. Да, наверное, есть водораздел вот этот по возрасту. Дело в том, что вот это реально проводораздел, да, это возддел, пролегающий примерно по 70-му году рождения. Ну, кстати, опять же, возвращаясь к Навальному, его что же? Сакрализируют. То есть если он сам не сакрализируется, то его сакрализируют. Да, но я говорю это без симпатии. Антипатик, я просто привела пример у человека, которого, ты знаешь, там уже, не знаю, 10 лет, и видел его живым с женой, там, так далее, и понимаешь, из чего он состоит. Да, он хоть принцесса, но и пукает, да. Но, опять же, там появилась куча роликов, где там сообщается, куда он там свою жену отправил, что там он с ней сделал. То есть его как раз вот в этот какой-то миф пытаются обратно вернуть. Может, это действительно наша привычка, что если человек политический лидер, то он должен быть где-то вот в дымке. Да, и во время выборов уже там были эти яростные такие фанаты, которые закидывали просто тряпками любого, кто не согласен, кто даже подумал что-то не то о нем. Ну, хорошо. Давайте дальше как раз вот к теме Магомеда. Обратимся относительно того, что у нас не новости, а мнения. Я, кстати, с ним абсолютно согласен во многом. Из-за того, что, наверное, никто нам не дает комментарии, ну, тогда, когда хотелось бы, и такие комментарии, как хотелось бы. В итоге журналисты очень часто, это и в прессе, и на телевидении, и в интернете, выходят и говорят свое мнение. Ну, на уровне таком. Я слышал, что тот убил этого, а потом продал свою дачу тому, и в итоге, в общем, вот он на бабле этом и сидит. И это такое мнение, которое выходит на достаточно серьезных средствах массовой информации, а потом уже на него ссылаются, и они становятся, в общем-то, первоисточником. Некая такая авторская колонка. Ну, Рабинович напел. Да. Не, ну, одно дело Рабинович напел, а другое дело, когда там стоит фамилия журналиста или журналистки, которые там написали это в газете, или там высказались там в своем часовом выступлении на радио. И это становится первоисточником. То есть у нас вместо новостей первоисточником действительно становятся новости, на которые, ну, как бы, вот я как журналист привык, что если есть в СМИ вышла какая-то информация, я могу на это сослаться. А там такая информация, что если на это сослаться, то, в принципе, послезавтра надо идти в суд. Это какая-то вот особенность из-за того, что нас не комментируют политики, или это наши такие, наш новый формат медиа? Нет, это на самом деле, на мой взгляд, действительно, ну, мы уже это обсуждали, то, что у нас не закончился процесс исхода советскости из СМИ, и пока она не ушла до конца, была перехвачена, на самом деле, по большому счету, олигархическими группами, а потом государством, как бы бедные и беспринципные журналисты, потому что у них не было принципов советских, больше не было, а новых им не рассказали. И в некотором смысле этой ситуацией воспользовались для того, чтобы создать целую прослойку, целое поколение редакторов, журналистов и обозревателей, которые вообще не разбираются. Не в советском стандарте, он хоть какой-никакой был, да, вот как партия сказала, так и пишем. Если партия ничего по этому поводу не сказала, пишем честно. Я вот работаю в газете «Известия» по унисси советской власти. Вот там, где не было партийной линии по вопросу, можно было писать, вот как думаешь. Вот, Арина, слушай, ты пишешь же, например, о высказываниях той же депутата Мизулиной, да? Я видел, что она говорила в телеинтервью. Там было, с одной стороны, не совсем так, как ты пишешь, но, с другой стороны, тоже, в общем-то, не менее ужасно. Смотри, я объясню, например... Да, вот это хороший пример. Я когда... Ну, допустим, мне редактор присылает ссылку на новость, которую, как она думает, может меня заинтересовать. Все новости есть. Все новости есть. Их можно видеть. Просто, может быть, люди больше обращают внимание на колонки раз. Два. Я вот помню как раз примерно то, о чем ты говоришь, когда Мизулина... Ну, вообще, комитет по делам семьи, он сделал такой проект нового семейного кодекса. И кто-то его читал. Я даже какой-то один автор его честно прочитал. Потом уже началось вот это все и в прессе, и в фейсбуке, разумеется, тоже, что я вот слышал там-то, там-то. Я прочитала, честно, естественно, весь этот кодекс. Я все время проверяю, перепроверяю, смотрю, естественно, первоисточник, видео и... Только, ну, может быть, если в новостях где-то не то написали, да, то, может быть, какой-то казус... Ну, если было какое-то мнение в новостях, то можно у него, в принципе, сослаться. Ну, да. В своем мнении. А? Ну, по факту, в своем мнении можно сослаться на другое мнение просто в другом источнике. Своем мнении, другое мнение... Ну, то есть кто-то написал, что Мизулина запрещает оральный секс. Ну, да, вот. О, супер, да? Да, это было прекрасно, да. Пришлось читать весь этот ужасный нудный кодекс, чтобы узнать, действительно ли она его запрещала. Ну, конечно, она ничего не запрещала, там был бред какой-то, не бред, были, кстати, как ни странно, какие-то вполне нормальные предложения. Суть в том, что, если мы говорим про колумнистов, понимаешь, тоже, вот, наверное, то, о чем Вася говорил, что это все человек уже, не знаю, может быть, человек начинает считать себя богом, или, может быть, это какой-то действительно непрофессионализм, или еще советская школа, которая позволяет что-то там приврать в сторону там линии партии условной. Да, но ты иногда читаешь странные очень вещи, именно очень странные. Но, может быть, почитать, опять же, читателю хочется знать, увидеть второй диагноз, он может пойти в другое место, он может прочитать новость, он может посмотреть по телевизору, как это было на самом деле. Или там, например, ничего не увидеть. Потому что там просто об этом не сообщат. Ну, скорее всего, если человек захочет, он увидит. Новости все есть в сухом виде. Вообще, кстати, я не согласен с Магомедом, что у нас нет новостей. Вообще говоря, информационное агентство в стране, как минимум четыре крупных. Все еще существуют. В общем, все еще существуют. И чтобы было понятно, например, Ре-новости ТАСС и Интерфакс в день выдают совокупно примерно 16 тысяч news items. То есть 16 тысяч голых новостей, которые как бы просто про то, что случилось. А есть еще региональные агентства, а есть еще локальные агентства. Есть еще западные агентства. Есть еще западные агентства. Это возвращает нас как раз к материальным системам аудитории. Потому что если ты прочитаешь действительно то, что условно где-то сказала Мизульна, она может сказать, конечно, и что-то шокирующее, но, допустим, вот как эта ситуация про оральный секс, про которую там ничего не было в этой связи. Это неинтересно. Ну, ты прочитал, да. А потом ты читаешь мнение, не знаю, например, мое, условно говоря, где я пишу, что все, никакого орального секса в стране, и все сошли с ума. И так, со мной же можно спорить. Мне же можно писать, что я сошла с ума, что я говорю какой-то бред. И уже можно ругаться, скандалить, и писать все свои вот эти комментарии. Мы сейчас продолжим говорить про колумнистику, но давайте запустим голосование. Вот вопрос на сегодняшний день, на сегодняшнюю программу мы сформулировали следующим образом. Доверяете ли вы российским СМИ? Итак, смс на номер 5533 с буквой А, если доверяете, и смс на номер 5533 с буквой Б, если не доверяете. Еще раз вопрос, доверяете ли вы российским СМИ? Продолжаем тему про колонки и вообще про колумнистику, и обращаемся как раз к интернету, потому что интернет сегодня, ну, для достаточно серьезной части населения, это такой первоисточник информации. Возможно, как раз из-за того, что и телевидение не полностью дает картинку, и пресса не полностью дает картинку, и радио не полностью, и вот, наверное, интернет чуть ли не единственное такое медиапространство, где можно найти отражение всего. При этом, например, в том же Фейсбуке, меньше знаешь, что происходит ВКонтакте, честно говоря, но вот в Фейсбуке все обмениваются теми же самыми колонками. Твоими, например, не источниками информации, не ссылками на Ре-Новости, или там на РБК, или на Интерфакс, а ссылками на колонки. Ну, во-первых, это более приятно и интересно читать. Но, во-вторых, опять же, источник информации для большинства потребителей, он сразу же оценочный. Я не прав, Василий? — Если посмотреть, ну, по крайней мере, статистически, то бывают колонки, которые набирают астрономическое количество просмотров и перепостов, но в среднем колонки менее нужны потребителю, чем голые новости. — С точки зрения... — Если судить по, например, Ре-Новостям, которые имеют 10-миллионный трафик в неделю, это 10 миллионов только Ре-Новости сами, а еще группа сайтов, это еще примерно столько же. Эти 20 миллионов — это практически все люди, которые читают новости в России. Они бывают колонки, которые вызывают у них особый специфический интерес. — То есть это у меня такое личное, видимо, ощущение? То есть моя лента Фейсбука... — Моя тоже, да, на самом деле. — Но на самом деле, если ты переходишь к большим данным... — Страшно далекимы от народа. — Нет, на самом деле, если ты начнешь фиксировать свое новостное потребление, ты обнаружишь, что ты действительно читаешь новости, но замечаешь ты эмоциональные оценки, содержащиеся в мнениях или в колонках и так далее. Потому что новость, ну как ты зафиксировал, окей, принято, легла в оплеленную точку. А в эмоциях у тебя возбудился другой центр в мозге, да, как бы, вот то, что мы говорили перед эфиром, так называемый, как бы, хорошо известный флёр достоверности, да? То есть он на самом деле приходит не от новостей, а от уважаемых тобой комментаторов, которые эти новости осмысляют. — И вот в России как раз интересный такой момент, что да, наверное, есть комментаторы, которых я уважаю, мнение которых, даже если я не согласен, мне интересно, а вот мнение источников, которые мне интересны, это менее важно. — Ты знаешь, что есть источниками, тоже я вот вспомнила историю. — То есть я на арину могу сослаться там и со взгляда, и с известий, и со снобы, да? — Смотри, была ситуация, когда сейчас, что-то говоря, давно не отслеживала, но, в общем, судили, должен был стояться суд над группой FEMEN в Париже за то, что они нахулиганили в Нотр-Даме. Я читаю новость. — А ты сможешь продолжить после рекламной паузы? — Да. — Хорошо, тогда вот что... Было с Ариной в Нотр-Даме. Вы узнаете сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами на FEMEN.FM. Продолжаем программу «Револьвер». В студии Михаил Гуревич, гости эфира Василий Гатов, генеральный директор инновационного центра новой медиа-технологии Ре-Новости и Арина Холина, журналист. Телефон в студии 6510996. И напоминаю, что мы запустили голосование. Доверяете ли вы российским СМИ? СМС номером 5533 с буквой А, если доверяете, и СМС на номер 5533 с буквой Б, если абсолютно российским СМИ не доверяете. Арина, ты начала очень интригующий рассказ. — Да, история о том, как, в общем-то, завираются не только колумнисты, но, собственно говоря, и в сухих новостях. Там можно не увидеть того, что есть на самом деле. Есть группа FEMEN, которая, Краинская, которая заменится своими акциями с голой грудью, против эксплуатации женщин и так далее. Они устроили какую-то там бучу в Нотр-Даме. Ну, собственно говоря, как обычно, выскочили с голой грудью. И я читаю в новостях, я, к сожалению, не помню, какое это было агентство, что вот их судят, им инкриминируют, оскорбления чувств верующих, ну, в каком-то таком духе, и все их осуждают. Я понимаю, что это не то. Я иду на первый попавшийся источник, Guardian, и потом в Телеграф, ну, какой-то прессу обычно, который я читаю иностранную, где угодно. И понятно, что ничего подобного не было. Церковь в какой-то момент, они меняли штраф, они действительно пытались там как-то в чем-то обвинить, вроде чего-то оскорбления чувств, но этого не случилось. Суд отклонил, категорически отклонил иск. И девочек судили, собственно говоря, только там они какой-то колокол, что-то с ним сделали, поцарапали, разбили. Ну, в общем, максимум. И то, скорее всего, штрафа никакого им не будет, потому что это чисто такой технический момент с этим судом. Да, но в новостях ты читаешь абсолютно, правда, совершенно другую информацию. И мне пришлось писать колонку, которая разоблачала, наоборот, новость, потому что, ну, что было недопустимо. Это была вот тема с Березовским, когда, соответственно, суд или судья, да, коронер, да, или колонер, не помню. Коронер это не судья. А кто это? Следователь. 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 Так вот он сказал, что он не готов рассматривать это дело, если секретную часть не раскроют. И, соответственно, в России вышла информация, то есть новости, в общем-то, агентства о том, что английский суд не будет рассматривать дело Березовского. Ну, вот как-то так, да, бывает. То есть у нас есть абсолютная такая большая история, почему, но это не обсуждается, а выдаются некие такие сухие данные. Причем, ты знаешь, я должен, может быть, в защиту ряда российских СМИ сказать, что это не обязательно является результатом того, что они очень хотят искать информацию. Просто по-английски не читают. Ну, не все понимают, может быть. Либо не все понимают, либо что еще отвратительнее. Им очень нужен хороший заголовок для обменки. И это делается не ради того, чтобы обмануть читателя, а ради того, чтобы получить высокую кликабельность, потому что иначе они никак не могут привести к себе на сайт достаточного количества посетителей. Тебе, как бывшему специалисту по данным вопросам, это должно быть хорошо известно. На свое время была шутка, что ответственные за этот баннер обмен, если они там долго им жизнью умрут, у них, значит, на могиле напишут «Умер. Срочная новость. Подробности на обороте». Вот, да, то есть как бы это действительно. Хотя сегодня вроде бы это уже так сошло на нет. Или все равно вот эта вот кликабельность новостей важнее, чем контент. Слушай, ну я считаю, что, конечно, все равно. То есть, может быть, передумывать надо нанять кого-то человек, который делает броски и заголовки, но перевирать новости ради того, чтобы просто что-то там где-то кликали, мне кажется, это немножко странно. Ну, это отдельно, на самом деле, тема. Достаточно, кстати, любопытная, кто у нас называется просто известным певцом, а кого уже называют по имени, да, вот в анонсах. Но, кстати, если уже мы затронули тему интернета, есть еще один такой аспект, особенность российских СМИ, которые на Западе, на самом деле, не имеют никакого аналога. А это индустрия онлайновых СМИ. То есть есть, конечно, там и «Хаффингтон пост», там есть «Драджи под», но это, в первую очередь, некие такие блоги, которые, благодаря своей скандальности, да, благодаря вот неким таким эксклюзивной какой-то информации, они выбились вперед, на них ссылаются, но там достаточно узкий такой поток информации. А у нас уже, в общем-то, сколько, более 10 лет там существует там «Лента», «Газета», «Утро», там «Ньюс Руком», «Слон» вот в последнее время стал там активно расти «СНОП». Не, ну «Ньюс Руком» — это СМИ. Какие же это логи? Да, но за пределами. Ну, за пределами. Я как раз и говорю, что в России есть онлайн-СМИ, полноценные онлайн-СМИ, не имеющие никаких аналогов ни в прессе, никаких аналогов на ТВ и ничего подобного там в радиоэфире. Это наша особенность, или вот почему так произошло? Это не наша особенность. Это особенность стран, в которых произошло очень резкое масштабирование рынка потребления печатных СМИ. таких стран, скажем так, десяток, где из-за... Знаете, это то, что называется, рынок большой, но недостаточно. Да, вот Россия, например, вроде 140 миллионов потребителей, но для того, чтобы поддерживать крупную национальную там экосистему газетную, там, 10 национальных газет, он, его не хватает. Ни рекламной, ни с точки зрения читателей, да, как бы, реальном состоянии рынок поддержать, может быть, три. А хочется 10 журналистскому сообществу. Работать-то где-то надо. А просто работать было негде? Да, это на самом деле из всех этих проектов, да, как бы половина создана как способ найти себе работу. Ну, то есть их создатели начинали с того, что нам негде работать. Да, но в итоге-то аудитория у них больше, чем у большинства печатных СМИ. Ну, да. Нет, я не говорю, это же ничего плохого в этом нету, да. Кстати, на самом деле «Хайфингтон-Пост» создан ровно так же. Да, но это был блог все же. «Хайфингтон-Пост» изначально это был некий блог. Даже по имени создательницы. Ну, система блогов, да. Ну, даже по имени создательницы, собственно говоря. Ну, тогда лучше применять пример Гаукера, который будет корректнее здесь. Потому что «Хайфингтон-Пост» все-таки с самого начала рассматривалась как будущее СМИ, да. И с самого начала Ариана ввела очень жесткую политику по превращению этого именно в масс-медиа, а не персональную коммуникацию, которая обложена некоторыми элементами масс-медиа. Вот. А вот, например, Гаукер — это чистые блоки. Так вот, если возвращаться к нашей особенности, это связано просто с тем, что недостаточно большой рынок. Такой же в Египте. Там тоже такие мощные онлайн-спи. Там точно такая же конструкция. Очень похожая ситуация в Саудовской Аравии. То есть рынок вроде бы большой, то есть кажется, что он может поддержать огромное количество. Но он может поддержать либо за счет просто расходов инвесторов. Знаешь, как бы наша выручка — это инвестиции, да. Как бы вот, как любит говорить российский интернет, вся наша выручка — это инвестиции. Вот. Либо выручка есть, но она недостаточна. Поэтому рано или поздно принимается решение закрываем бумажную версию или там бумажная версия не удалась. Остаемся в онлайне. И в результате как бы... А рекламный рынок в интернете более-менее в состоянии выдержать сейчас, может быть, уже десяток, может быть, даже больше. Вот они и есть. И прекрасно. На самом деле, что в этом плохого? А почему на Западе такого не происходит? Потому что там еще хватает местного рынка для того, чтобы поддерживать достаточно большое количество вполне форматных печатных СМИ. Нет, плюс там пресса создавалась сколько лет, а у нас она кое-как создается. А у нас она сколько лет не создается. Да. Вы понимаете, потому что, конечно, вот то, о чем Вася сказал, что если какие-то люди достаточно профессиональные, им неинтересно писать туда, им неинтересно писать сюда, они понимают, что они видят совершенно другое издание, с которым они хотели работать, а им проще сделать его самим. А естественно, так как они сами ищут деньги, то, конечно, легче сделать это в интернете, чем создавать всю эту компанию с типографией, по бизнесу продажи мертвых деревьев, да, понимаешь? А ты когда пишешь, тебе вообще-то есть разница, ты пишешь вот в интернет-издание или в прессу? Ты знаешь, мне совершенно никакой разницы нет. Мало того, я не знаю уже человека, который, ну, кто-то дублирует, но, мне кажется, людей, которые читают даже те издания, которые есть и так, и так, они скорее их будут читать в интернете, потому что открыл компьютер и все увидел, да? А то есть для тебя, в принципе, уже печатной прессы как вот печатной не существует? Ну, я как читатель, даже как читатель, практически ей не пользуюсь, если честно. Не только какие-то уникальные литературные издания, которые, в общем-то, существуют в основном только в бумаге, а газеты, журналы, это все, или даже вообще не пресса, а блоги. А вот я-то был уверен, что это во многом еще из-за того, что у нас такая огромная страна, да, то есть как бы вот это доставка информации из одного угла в другой угол, как-то от Владивостока до Калининграда. Ты же представляешь, например, входишь какой-нибудь, пусть финский стокман, ну, в Хельсинский, и там у тебя начинают дрожать коленки в отделе прессы. Это миллион изданий по любой теме. По татуировкам у тебя будет 50 изданий, по одному айпэду у тебя будет только по айпэду шесть изданий уже, не говоря про айфон и так далее. Ну, до кризиса 2008 года у нас тоже было пять изданий про рыбалку. Ну, рыбалка, это, извини, это всенародная тема, да, что удивительно, что так мало про рыбалку, обычно это будет, должно быть там, не знаю, 50 изданий. Прессы нет. В России нет прессы практически. Зато в интернете выбор, наверное, больше, чем в Финляндии. Смотри, можно я так скажу? Значит, тут целый ряд причин. Первая, это в том, что у нас действительно очень плохо с дистрибуцией. То есть, у нас нет качественных локальных рынков, за небольшим исключением, где ты можешь эффективно и относительно для себя дешево и справедливо распространить свою печатную прессу. Таких рынков в России можно печатать по пальцу. По большому счету, издателям неинтересно продавать свои издания, потому что они ничего этого не имеют, кроме убытков. Второе, это то, что у нас исторически системы полиграфические настроены на очень крупномасштабное производство. А те же финские журналы про татуировки печатают с тиражом 339 экземпляров и нечего печатать. И что, и отбиваются? Ну да. Но сейчас уже есть технологии, эти принтеры профессионали, которые можно в дом поставить. То есть, это буквально как бы ты, не будучи специалистом, не отличишь производство как бы на специальной машине, которая как бы дает тебе практически ту же самую стоимость, что и оффсетная печать. Но это уже как бы технологические заморочки. И третья вещь заключается в следующем, что у нас еще огромным минусом является то, что рынок печатной прессы очень врущий. Он врет не только читателям, но и самому себе, и рекламодателям, и так далее. И поэтому на самом деле доля честных денег, которые как бы распределяются на печатный рынок. Примерно такая же как доля честных тиражей. Она примерно соответствует доле честных тиражей. То есть, треть от заявленной... Ну, некоторых... Зависит от издания. Нет, у некоторых сто, да, как бы процентов, а у некоторых может быть и пяти не наберет. А я еще раз напоминаю, у нас там заканчивается на самом-то деле голосование, но продолжайте. Есть еще шанс принять участие. Доверяете ли вы российским СМИ? Если да, то смс на номер 5533 с буквой Б. Хорошо. Вопрос такой один тоже мне очень интересует относительно опросов общественного мнения. Это какая-то такая большая для меня гигантская загадка. Ведь как-то это общественное мнение формируется и в итоге мы получаем результаты этих опросов. Причем по самым невероятным совершенно темам. Для меня первый вообще вот, когда у меня возник этот вопрос, это когда отменили зимнее время. Потому что ссылка была на общественное мнение. У нас большинство считало, что не нужно зимнего времени. Я вообще, конечно, представляю, как это выглядело. То есть сидит Василий, извини, сидит сантехник Вася, пилит себе что-то такое. К нему подходит человек, который проводит опрос и говорит, ты как насчет того, чтобы не было зимнего или летнего времени? Да зажибись. Я вообще за. И потом выходит президент Медведев и говорит, общественное мнение мы опросили, изучили все за эту отмену. В последние дни происходит тоже очень много новостей, в которых упоминается общественное мнение. Например, то, что Навальному слишком легкое или слишком мягкое наказание. Еще какие-то совершенно невероятные результаты опросов общественного мнения. Это все, что формируется на телевидении, просто мы не наблюдаем, не видим вот этого формирования. Или в принципе вот эти... Миша, я сейчас скажу, прости, что ты перебила, что мне кажется, что все эти общественные мнения это просто такой трюк для того, чтобы разнообразить материал. Ну хорошо, берут тысячу человек, допустим, там от 30 до 45 спрашивают они, как они относятся к тому же несчастному зимнему времени и что? Все равно решения тем же Медведевым и Путиным не принимаются, они ссылаются, но они никогда не принимаются на основе этого общественного. Единственное я обращаюсь к западному как бы некому опыту, где опрос общественного мнения как-то коррелирует с некой борьбой разных позиций в СМИ. Либо люди выходят с факелами на улицу, либо не выходят. И это только может на что-то повлиять с моей точки зрения. Потому что все это просто такие подверстки, трюки, чтобы оживить текст. С факелами у нас бегают. С факелами у нас бегают. Можно я защищу социологов, они тут ни при чем. Нет, я с точки зрения медийщиков... Он стреляет и в пианист, он стреляет как умеет. Значит, с точки зрения медийщиков, то вот здесь как раз история про отношения медиа и власти. В обществах, которые выросли снизу, то есть которые создавались... В Америке социология имеет такое большое значение, такую большую власть, потому что люди полноценно ощущают себя гражданами, хозяевами страны. Своего округа, своего штата, своей страны. И они прекрасно чувствуют, что от их коллективного мнения зависит судьба мэра, губернатора, сенатора, представителей и даже президента. У нас общественное мнение исторически пошло по пути доказательства правоты или неправоты принимаемых решений. А потом в период управляемой демократии все еще больше как бы стало так тоненько, да, что важно попытаться предугадать мнение власти и подложить под него правильные социологические вопросы. То есть я правильно понимаю, что результаты опросов общественного мнения это не более чем мнения, завернутые в новости? Государственное мнение, Ну, скажем так, это, еще раз, я очень точно сформулирую, это попытка предугадать государственное мнение, завернув его в соответствующий вопрос. Ты же не знаешь, как выглядит амнибус, в котором задали вопрос про зимнее время. Возможно, там был вопрос про то, что хотят ли люди сохранить летнее время, ну, просто потому, что было нужно оправдать ситуацию, что Медведев захотел отменить сделать только зимнее время, да, как бы, был вопрос, слушайте, 39% не против. Ну, отлично, достаточно большой рейтинг. Слушайте, у нас не так много времени остается до завершения программы, давайте, может быть, как-то с такого минора, который нас весело сопровождает весь этот эфир, попробуем найти немножечко темы для оптимизма. В будущем мы вот когда-нибудь вырастем, как медиа, то есть мы будем, как американцы, там проверять по два раза источники, как-то достоверно сообщать, ответственно подходить, ну, так, ты как считаешь? Я думаю, конечно, это должно сформироваться. При нашей жизни? А? Эти особенности идут при нашей жизни? Это как сбор общественного мнения. Я не знаю, может быть. Знаешь, вот на Новодевичьем кладбище, там этот есть новый прирезный кусок, где Борис Николаевич похоронен и так далее, вот когда он заполнится, тогда появится шанс. Ты понимаешь, кем, да, тогда появятся шансы. Ну, как тем, кто сегодня старше 40, я правильно понимаю? Мы уже обсуждали. Хотя бы старше 50, но если, опять же, не продолжать мрачные шутки, на мой взгляд, мы видим определенное улучшение, которое связано с здоровыми молодыми онлайн-СМИ. И я на них, на самом деле, полагаюсь больше, чем на... На них полагаешься, Арина, в них пишешь. Слушайте, вопрос такой у нас просто, время подходит к концу. Остановилось голосование, как вы считаете, какие результаты? Верите? Верят россияне? наверное, написали, что не верят. Сколько? Ой, ну не знаю уже. Василий, сколько не верят? Не верят? 75. 75? Даже Василий ошибся, потому что 80% представляешь, не верят в российские СМИ. Вот, но у них все равно есть будущее, потому что если сегодня не верят, то значит есть шанс, что в будущем поверят. Правильно? Ну, то есть как бы полосы же бывают черные и белые. Черные и белые. Итак, у нас в гостях был Василий Гатов, генеральный директор инновационного центра новой медиа и технологии РИА Новости. Спасибо, Василий. Спасибо вам. И Арина Холина, журналист. Спасибо, Арина. Спасибо всем. Меня зовут Михаил Гуревич, это радиостанция Финам-ФМ, программа Револьвер. Оставайтесь с нами на волнах.